Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечном Витязево. Сегодня мы находимся возле переулка Морской 4. Посмотрим с вами гостевой дом Китенок. Здесь даже сейчас в мае проходят пенные вечеринки, развлекательные шоу для вас, а также очень теплый бассейн. Обо всем подробнее вы увидите в нашем видео, а также прогуляемся на пляж Жемчужина. Перед гостевым домом имеется своя собственная парковка. Здесь она находится под видеонаблюдением. Полностью на всей территории имеется Wi-Fi. Территория здесь у нас озелена по фасаду. С левой стороны имеется батут, в котором могут ваши детки поиграть, поразвлекаться. С правой стороны имеется мангальная зона, где вы можете приготовить свой собственный шашлык. Здесь под навесом находится детская зона. Имеются столы, здесь будет песочница заполнена песочком. Есть домик с горкой. Также можно покататься на качельках. Далее у нас идет зона с бассейном. Но здесь хочется остановиться и сказать, что с вашими детками будет работать профессиональный педагог-аниматор. Будут лепить, рисовать и другими вещами занимать ваших дорогих детей, чтобы вы могли спокойно отдыхать. Сам детский клуб начинает функционировать с первого дня лета. Далее, здесь в сердце этого гостевого дома, между двумя корпусами, морской и курортной, находится бассейн, температура которого 33 градуса. Площадь взрослой зоны 60 квадратов от метр сорока до метр шестидесяти. Детская зона площадью 10 квадратов глубиной 60 сантиметров. Температура водички 33,3. По территории очень много мест, где можно посидеть, отдохнуть, лежаками, мягкими сидушками, с качельками. Возле каждого номера в корпусе курортной имеется свой стул и стол. Ну а в корпусе морской имеется своя кухня. Если вдруг вам понадобится, вам предоставят в прокат детская коляска, самокат, велосипед, беговел. На цокольном этаже корпуса морской есть кухня. Здесь имеется помывочная зона, есть газовые плиты, микроволновые печи, место, где поесть, детские столики. То есть места, в принципе, предостаточно. Также имеется вся нужная вам посуда для приготовления пищи. Если вам надо постирать, стирка платная, 200 рублей одна загрузка. Ну а теперь давайте посмотрим номера, в которых вы можете размещаться и сколько это стоит. Семейный номер, который расположен на первом этаже. Здесь размещение до 5 человек. При входе есть место, куда повесить ваши вещи, положить обувь. Дальше холодильник, СВЧ-печь, телевизор. Это кухонная зона. Здесь вы можете как приготовить еду, так и поесть. Есть раскладной диван. С правой стороны место для хранения. Также здесь вход в санузел и в следующую изолированную комнату. Набор посуды для приготовления. Полностью все есть. На территории работает мощный Wi-Fi. Смотрим с вами вторую комнату. Здесь у нас односпальная, двухспальная и еще одна односпальная кровать. Есть телевизор. Будуарный столик с зеркалом. Стул. Место для хранения. Столик под перекатной. В весеннее время, если вдруг будет прохладно, есть дополнительный радиатор. Также сплит-система. Возле кровати установлены прикроватные тумбочки. На стене бра и картина. Место для хранения выглядит вот так. Дополнительное одеяло, плечики. Санузел довольно-таки просторный. Унитаз, душевая, раковина, зеркало, набор принадлежностей для умывания. А также фен и сушилка. Стоимость этого номера сейчас 3000 рублей. Пик сезона будет выше. Уточняйте у хозяев. Сейчас мы посмотрим на втором этаже. Номер 24. Стандарт на троих. Возле каждого номера имеется стол и стулья. Чтобы вы могли посидеть на улице. Здесь у нас место, куда повесить ваши вещи. С левой стороны вход с санузел. Проходим сначала в номер. Здесь двухспальная кровать и односпальная. Номер рассчитан на двух взрослых и одного ребенка. Есть сплит-система, телевизор, стол с зеркалом. Также холодильник, чайник, место для хранения и столик, который можете перекатить, куда вам удобно. Место для хранения выглядит вот так. А это санузел. Раковина, зеркало, набор мыльных принадлежностей. Есть унитаз и большая душевая зона. Также имеется фен. Стоимость этого номера сейчас 1500 рублей. Двое взрослых, один ребенок. Третий этаж, корпус курортный. Обратите внимание, как красиво здесь обвило лесенку. Сейчас мы с вами посмотрим четырехместный номер. Имеются свои столики для того, чтобы посидеть на улице. Заходим внутрь. Имеется холодильник, чайник, набор посуды, место для хранения. По прямой у нас расположены три кровати. Одна двухспальная, две односпальные. Две бра, две прикроватные тумбочки. Перекатной столик, телевизор, спецсистема, ударный столик с зеркалом, стул. То есть номер просторный, места вам хватит, к стенкам прижиматься не будете. Также есть свой санузел. Здесь у нас раковина, зеркало, унитаз, фен, душевая зона. Стоимость этого номера сейчас 2000 рублей. Пик сезона будут выше, уточняйте, у хозяев. Корпус морской, второй этаж. На каждом этаже имеется гладильная доска. Сейчас мы с вами посмотрим 27 номер. Номер рассчитан на одного-двух гостей. При входе с левой стороны есть холодильник, место для хранения, телевизор, столик передвижной. Также имеется двухспальная кровать с прикроватной тумбочкой, пудуарный столик с зеркалом, сплит-система. Отсюда имеется выход на балкон и вход в санузел. С правой стороны весятся, куда повесить ваши вещи. Выходим на балкон. Балкон здесь довольно-таки просторный. Имеется стол, два стула, вид на бассейн и зону отдыха. В ночное время здесь включается подсветка и очень красиво все выглядит. Отсюда мы видим магазин «Пятерочка». Там также есть фикс-прайс, аптека, разливные напитки. Можно купить мясо для шашлыка. То есть вся инфраструктура, которая для отдыха вам может понадобиться, здесь имеется. Смотрим санузел. Здесь душевая зона, унитаз, раковина, фен, мыльные принадлежности. То есть все, что нужно для комфортного проживания, имеется. Стоимость данного номера полторы тысячи рублей сейчас. Со второго этажа корпуса морской можно попасть на террасу. С правой стороны через дорогу мы видим еще один корпус, который относится также к этому комплексу. Называется «Жемчужная». Туда мы сходим в июне, когда он будет полностью готов. Здесь большущая терраса. На ней будут установлены в большем количестве столики. С нее тоже открывается великолепный вид на зону отдыха возле бассейна. Сейчас именно отсюда мы прогуляемся до моря. И заодно покажу, что здесь есть рядышком. Выходим через один дом. Здесь находится улица «Жемчужная». По ней мы попадаем на улицу Горького. Температура воздуха сегодня 23 градуса. Летний период. Здесь с левой стороны продаются еще фрукты и овощи. Мы доходим до угла. Здесь находится «Пандок Кавказ». Столовая, в которой вы уже и сейчас можете прийти покушать. Вдруг вам не хватит самим готовить. Здесь направо, как я вам рассказывал, пятерочка. Все нужные магазины для отдыха. Ну а мы пойдем налево до пешеходного перехода, чтобы отправиться на пляж «Жемчужина». Также от самого гостевого дома в летний период в прошлом году ходили автобусики на Тартугу. Стоимость была 50 рублей. Как будут работать в этом году, я вам расскажу попозже. Расстояние до моря хозяева заявляют километр. И по времени 20 минут идти. Время засек. Проверим, но я хожу немножечко с остановочками. Поэтому, возможно, у меня получится больше. А может и быстрее. Ну вот информация такая, которая подтверждается на Яндекс. Отзывах об этом гостевом доме. Можете зайти их почитать. По пешеходному переходу переходим. Дорогу здесь уже работает кафе «Панорама». Звучит у них музычка. А далее налево поворачиваемся и идем к кресту. Дорогу можно было не переходить, а продолжать движение по той стороне. У меня тоже хорошее озеленение. Но мне нравится и здесь прогуливаться. Тут у нас разнообразные отели all-inclusive. Ведутся строительные работы. Такое себе соседство в этом году у них. С левой стороны ЖК «Солнечный». Это чтобы лучше ориентироваться. Также есть медицинский центр «Бригантина». Если мы бы шли с той стороны, то там через пешеходный подземный переход есть панта. Здесь по лестнице придется спускать. Так что с колясками выбирайте левую сторону. Тут попадаем прям в зелень и становится довольно-таки уютно. Сюда выход как раз-таки через подземный пешеходный переход с пандусом. Очень много людей с сумками у нас здесь гуляет сегодня. Раньше здесь был пак аттракционов. Теперь его нет. Огородили забором. Там ждутся строительные работы. Поворачиваем дальше. Уже по прямой мы двигаемся к морю. Здесь больше никаких поворотов не будет. Переходим дорогу и подходим ближе. Здесь у нас дача «Дель Сол» называется. И тут находится небольшой рыночек, на котором и фрукты, и овощи продаются. И разнообразные предметы разного курортного ассортимента. Крудничка по 200 рублей лоток. В принципе, недорого. И дальше встречает нас фонтан. Здесь территория очень красиво облагорожена. Единственное, что отсутствует тень. Тоже еще одна точка фруктов. Уже все работает практически и ждет только вашего приезда. Хотя, может, когда-нибудь мы дождемся, и эти деревья тоже вырастут. И будет нам тенечек так же, как и туда дальше. Прямо очень много отдыхающих, где встречаются с чемоданами. Откуда вы, ребята? Там где-то остановился автобус, и люди расходятся по Витязево, по тем местам, где они будут отдыхать. Здесь у нас находилась питьевая галерея «Бювет», в которой можно было попить водички. Будет ли он работать в этом году? Посмотрим. И так же здесь было много разных ботунтных центров. Потом их один год почистили. И сейчас мы ходим вот так вот спокойно, без всякой коммерции уже к морю. Сегодня у нас вот на «Жемчужине России» заезд детей. Опять вот, походу, они тут у нас и гуляют с чемоданами. Собственно, машины стоят много рядов. Хотя сюда на парковку людей почему-то не пускают. А вот гораздо удобнее. Тем более, места имеются. Если вы захотите приехать на этот пляж, допустим, из Анапы или из Витязева, то 128-я или 114-я маршрутка, остановочку называете «Жемчужина России». В принципе, как этот пляж называется. Людей очень много. Сезон идет. Я, по-моему, теплее всех одет. Я просто в тюнечки переходил сегодня. Эх, впервые вообще все с одеждой. У нас уже даже в шортах ходят. С правой стороны работает аптека. В летний период здесь работает и супермаркет, и еще столовок очень много тоже. Она открывается. Сейчас я смотрю, пока еще закрыто. Даже чуть дальше не открыты ролеты. Здесь обычные фрукты, овощи продают. Но пока вот так вот пустынно. Эй, товарищи, продавцы, где вы все? Скоро все появятся. Вот они 23,7 показывают. Чем ближе к обеду, тем лучше время. Время, кстати, сейчас у нас 11,23. Мы идем 13 минут, 59 секунд. Это при том, что я останавливался там под съемочку. Делал себе на телефон для телеграммы, на который вас советую подписаться, чтобы быть в курсе новостей. Именно там каждое утро, окупаясь в море, показываю обстановочку с утра погоды. Так что подпишитесь, Юрий Озаровский в поиске. Либо море Озов. Ссылочки, в общем, все есть в описании. Также группа ВКонтакте, если вам там удобнее получать эти информационные новости. Видите, уже, как я и сказал, готовится одна из торговых площадей к открытию. Но есть те, кто же подсуетились и свои торговые точки открыли. Продавая для вас тоже всякие нужные, наверное, элементы для отдыха. Дальше у нас пешеходная зона. Мы вот здесь проходим туда налево. Год назад здесь были снесены торговые павильончики. Ну и остался вот такой проход. Как нам нужно благоустройство. Там какие-то скамеечки, мусорки везде, чтобы это было все красиво. С левой стороны МВД-шный санаторий у нас, Анапа называется. Ну, хотя бы деревья здесь тень создает. Очень комфортно проходить, потому что и под ногами хороший асфальт. Отдыхающие уже с моря уходят. Но все как-то очень тепло идет. Это при таких температурах. Ну и проход сам к морю выглядит сейчас вот так вот. Жемчужная Россия. Тут в летнее время работают столовые, торговые павильоны. И укладывают на стил, чтобы вам не идти по песочку. Здесь, к сожалению, вижу, что пострадали корневища деревьев. Значит, они высохнут при расчистке этих мест в этом году. Ну, как-то слишком широко, мне кажется, делали. Непонятно для чего. Мы на этот проход еще в детстве ходили, когда в детский сад ходили. И здесь на дюнах отдыхали. И никаких прокопов, проколов не делали. То есть, маленьких детей за береговочку выводили на пляже. И никто не возмущался. Сейчас людям сервисы подавали. В летний период здесь будет благоустройство. Лежаки в аренду. Сейчас все выглядит вот так. Пока без заборов. В принципе, все тоже очень хорошо и классно. Это вид на наши великолепные высоченные дюны в этих местах. С правой стороны это пляж Мчужная Россия уже поставил свои ограждения. Из благоустройства на пляже вижу, что здесь появилась табличка «Купание запрещено». Волна, красота. Там парень на гидрофойле по морю рассекает. Ну и море сегодня очень красивый цвет. По ощущениям, ох, на контрасте водичка гораздо сложнее заходить, чем сегодня с утра купался. Но привыкаешь и становится прям очень хорошо. С 17,8 показала температуру моря. Прям можно мечтать о том, чтобы туда ворваться. Гораздо теплее, чем утренняя температура. Ну, в принципе, комфортно, хорошо. Каждому свое. Людей купающихся я, честно, не вижу. Хотя с утра купался в удовольствие. Часы показывают 23 минуты. Но я в плане того, что здесь уже минуты 4 снимаю, меряю температуру. То есть, ну, значит, соответствует то, что заявляют хозяева. Так, дорогие мои, вы просили более бюджетное размещение. Пожалуйста, вам приезжайте на отдых. Экономьте ваши деньги чуть подальше от моря. В дальнейшем будем продолжать и снимать для вас и другие места размещения. От души. С вами был Юрий Озаровский. Крепко обнял вас всех. Привет вам, Черноморский. Увидимся в следующих видео. Не прощаемся, но что мы на ютубе, смотрите видео, на канале очень много.